История жизни святых князей Петра и Февронии – это история верности, преданности и настоящей любви, способной на жертву ради любимого человека. История любви этой супружеской пары подробно описана величайшим автором XVI века Ермолая Еразмом в древнерусской повести о Петре и Февронии. Согласно повести, супруги княжили в Муроме в конце XII – начале XIII веков. Они жили счастливо и скончались в один день. Благоверный Петр был вторым сыном муромского князя Юрия Владимировича. Он вступил на муромский престол в 1203 году. За несколько лет до этого святой Петр заболел проказой. Тело князя покрылось спрутьями и язвами. Никто не смог исцелить Петра от тяжелой болезни. Со смирением, перенося мучения, князь во всем предался Богу. В сонном видении князю было открыто, что его может исцелить дочь пчеловода, благочестивая дева Феврония, крестьянка деревни Ласковой в Рязанской земле. Святой Петр послал в ту деревню своих людей. Феврония в качестве платы за лечение пожелала, чтобы князь женился на ней после исцеления. Петр пообещал жениться, но в душе слукавил, поскольку Феврония была простолюдинкой. Но как это можно князю, дочь древолаза, взять себе в жены? Феврония исцелила князя, но поскольку дочь пчеловода прозрела, лукавство и гордость Петра, она велела ему оставить несмазанный один струп и, как свидетельство греха. Вскоре от этого струпа вся болезнь возобновилась. Князь со стыдом снова вернулся к Февронии. Феврония вновь вылечила Петра, и уже тогда он женился на ней. Вместе с молодой княгиней Петр возвращается в Муром. Князь Петр полюбил Февронию за благочестие, мудрость и доброту. Святые супруги пронесли любовь друг к другу через все испытания. После смерти брата Петр стал самодержцем в городе. Бояре уважали своего князя, но надменные боярские жены не взлюбили Февронию и, не желая иметь правительницу над собой крестьянку, подучивали своих мужей недоброму. Гордые бояре потребовали, чтобы князь отпустил свою супругу. Святой Петр отказался, и супругов изгнали. Они на лодке отплыли по реке Оке из родного города. Святая Феврония поддерживала и утешала святого Петра. Но вскоре город Муром постиг гнев Божий, и народ потребовал, чтобы князь вернулся вместе со своей Февронией. Приехали послы из Мурома и умоляли Петра вернуться на княжение. Бояре поссорились из-за власти, пролили кровь и теперь снова искали мира и спокойствия. Петр и Февроний со смирением возвратились в свой город и правили долго и счастливо, соблюдая все заповеди и наставления Господни безупречно. Молясь бесперестанно и милостенью творя всем людям, находившимся под их властью, как чудолюбивые отец и мать. Святые супруги прославились благочестием и милосердием. Были ли у них дети? Устное предание не донесло сведений об этом. Святости они достигли, не многочадием, но взаимной любовью и хранением святости брака. Именно в этом смысл и назначение его. Когда пришла старость, они приняли монашество с именами Давид и Ефросиния и умоляли Бога, чтобы умереть им в одно время. Похранить себя завещали вместе в специально приготовленном гробу с тонкой перегородкой посередине. Брачные обеды даже после пострига сохраняют для них свою силу, потому что они исполняют и последнее свое обещание друг другу умереть одновременно. Скончались они в один день и час 25 июня 1228 года. Каждый из них в своей келье. Люди сочли нечестным хранить в одном гробу монахов и посмели нарушить волю усопших. Дважды их тела разносили по разным храмам, но дважды они чудесным образом оказывались рядом. Так и похоронили святых супругов вместе в одном гробе около соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Так Господь прославил не только своих святых, но и еще раз запечатлел святость и достоинство брака, обеты которого в данном случае оказались не ниже инонических. Петр и Феврония были канонизированы на церковном соборе в 1547 году. Днем памяти святых является 25 июня по старому стилю, по-новому 8 июля. Святые Петр и Феврония являются образцом христианского супружества. Своими молитвами они не взводят небесное благословение наступающих в брак. Святые благоверные князья Петр и Феврония почитаются церковью как покровителя христианского брака. Именно им следует молиться о неиспослании в семью мира, об укреплении супружеских уз, о достижении семейного счастья. Их мощи находятся в городе Муроме в Троицком женском монастыре. День памяти муромских чудотворцев в древнереволюционные времена был одним из главных общегородских праздников. Можно ли по праву сказать, что мощи святых князей являются общегородской святыней и главным православным символом города? В Москве находится чтимая икона святых князей Петра и Февронии с частицами мощей в храме Вознесения Господня на Большой Никитской. В 2008 году при поддержке супруги российского президента Светланы Медведевой был учрежден новый праздник «День семьи, любви и верности». Приходится на 8 июля, день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии. Праздник этот является частью забытой традиции нашего народа. Раньше в этот день совершались помолвки, а уже после окончания Петрова поста пары венчались в церкви. Символом праздника стала простая и близкая к каждому ромашка, как символ лета, тепла, уюта, чистоты и невинности. Редактор субтитров А.Семкин